Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. Пунктом повестки было избрание Энвера Байчорова в состав Общественной палаты 4-го созыва и назначение его председателем комиссии по развитию здравоохранения, охране здоровья, граждан и физической культуре. А председателем комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества, благотворительности, патриотическому и духовному воспитанию избрали Асю Хакирову. Председатель палаты Елена Аляшова поздравила православных с крещением Господня, наметила планы на ближайшее время. Как получить официальное разрешение на профессиональную охранную деятельность? Каким требованиям должен соответствовать кандидат и что будет, если перед началом обучения не пройти медосмотр и докталоскопию? Ответы на эти вопросы узнавала Фатима Даурова в рубрике «В гостях у Росгвардии». С раннего утра приемные кабинеты в главном центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии работают в усиленном режиме. Ведь именно в приемные дни поток обращающихся за оформлением документов увеличивается так, что выстраиваются небольшие очереди. Сегодня кандидаты на получение лицензии на профессиональную охранную деятельность проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию. Эта процедура занимает, грубо скажем, со всеми оформлениями документов где-то минут 5-15 максимум, от 5 до 15 минут. Накладывается дактилоскопическая краска на пальцы, после чего вот таким вот образом впечатляем данные следы пальцев рук на бумагу. Если гражданин решил заниматься частной охранной деятельностью, для начала нужно пройти медкомиссию, получить справку о пригодности к работе в охране. Затем обязательно нужно пройти соответствующее обучение в специальных центрах по программе подготовки частных охранников и выдержать квалификационный экзамен. С прошлого года ужесточились условия на выдачу лицензии. Изменения есть, но изменения касаются ужесточения получения лицензии. Если человек добропорядочный, нарушений не было, привлечения к уголовной административной ответственности, на него данные изменения не распространяются. За административные правонарушения по линии ГИБДД, состояние алкогольного опьянения, если человека оформили, то разрешение, которое имеется, аннулилируется, а если он подает на лицензию, лицензия не выдается. Сулеймен Айбазов отдал профессии частного охранника больше 20 лет своей жизни и ни дня не пожалел о роде деятельности. Если бы я знал, что такая работа есть, я бы не в жизни на другой работе не работал. Я не знаю, где потерял свое удостоверение, сейчас на охранника. Вот пришел на восстановление документы сдавать. И я вам скажу, очень-очень вежливые ребята здесь работают. Сказали, вот это вот, пошел, сделал, пришел, вот сейчас дам, уйду. Они мне позвонят, я приду, заберу потом. Охрана детского сада «Звездочка» Аула Зиюка вот уже на протяжении 16 лет лежит на плечах хрупкой женщины-муслемат Дугужевой. Сегодня она единственный представитель прекрасной половины человечества, которое в числе мужчин продлевает срок действия удостоверения частного охранника. Хорошая эта работа, коллектив очень хороший. Я привыкла с детьми, конечно. Хочу работать еще до нынешнего. А как вот женщина справляется вот такой, казалось бы, мужской профессией? Как вы считаете? Все нормально, хорошо, качественно. Подать запрос на получение удостоверения частного охранника можно через портал госуслуги в электронном виде. Вместе с заявлением подается пакет необходимых документов. Решения о предоставлении либо отказе лицензии принимаются в срок не более 45 дней. Фатима Даурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим. Полицейские усть Джигутинского района приняли студенческий десант. Однодневную стажировку в отделе прошли студенты второго курса юридического факультета филиалом Международного открытого колледжа современного управления имени Абрекова. Алла Качиева подробнее. Экскурсия началась с аллеи славы сотрудникам ОВД Узжигутинского района, участникам Великой Отечественной войны и памятника сотрудникам отдела погибшим при выполнении служебных обязанностей. Заместитель председателя и член Совета ветеранов отдела внутренних дел по Узжигутинскому району Анатолий Фетисов и Юрий Дзугов рассказали ребятам краткую историю территориального органа, а также о подвигах сотрудников отдела, отдавших свои жизни в борьбе за правопорядок. Поблагодарив ветеранов за познавательный рассказ, ребята прошли КПП, где ознакомились с контрольно-пропускной системой в административное здание. Студентам рассказали, как работают полицейские кинологи, как проводятся обследования помещений и транспорта с использованием служебно-розыскных собак, которые помогают обнаружить оружие, наркотические средства и другие опасные предметы. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Мурат Узденов провел беседу, в ходе которой говорил о безопасности и соблюдении правил дорожного движения о работе Дорожно-патрульной службы. Заместитель начальника полиции Аслан Тикеев довел информацию о работе дежурной части, о процедурах приема заявлений и регистрации сообщений о преступлениях, административных правонарушениях о происшествиях. В ходе экскурсии сотрудники отдела продемонстрировали некоторые виды оружия, состоящего на вооружении органов внутренних дел. Следователи-криминалисты подготовили для ребят задание. По задумке была совершена кража телефона, а студенты, выступая в роли полицейских, проводили расследование, снимали отпечатки пальцев, опрашивали условных свидетелей. Мы проследовали на саму территорию отдела, где рассказали о спецавтомобилях, которыми оснащен наш отдел. Рассказали о кинологической службе. Зашли в административное здание, где рассказали о сердце нашего отдела, дежурной части, чем она занимается. Ну и о направлении участковых уполномоченных, о направлении следствия, о направлении экспертов. Рассказали, как поступить в ведомственные вузы. Рассказали об условиях приема на службу, полицию. В ходе познавательной экскурсии молодые люди познакомились с руководством отдела, узнали об основных функциях, задачах и направлениях службы в органах внутренних дел. Они поблагодарили полицейских за интересный день стажировки и ушли в хорошем настроении, обсуждая между собой наиболее интересные моменты. Думаю, данное мероприятие получилось достаточно познавательным для нас, так как мы в будущем почти все планируем работать в органах. Мы увидели всю структуру изнутри и получили много познавательной информации и хороших впечатлений. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия у нас проводились почаще. Думаю, это было бы достаточно полезно. В завершение встречи сотрудники ОВД по Узжигутинскому району поздравили ребят с наступающим днем российского студенчества и пожелали отличной учебы. Алла Качиева, Вести, Карачева, Черкесия, Узжигутинский район. Движение первых – это название организации Всероссийского движения детей и молодежи. В Черкесске прошла церемония открытия регионального отделения о задачах и целях движения. Рассказали и его участники. Али Баташев подробнее. Миссия нашего движения – это в первую очередь быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении и быть первыми. Участники движения действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Взаимопомощь и взаимоуважение, единство многонационального народа России, верность исторической памяти, главные нравственные ориентиры движения первых. Владислав Бабич – один из первых членов новой детской организации республики. Чтобы сплотить молодежь, чтобы двигаться, помогать друг другу, поддерживать. И сейчас главной задачей движения состоит создание благоприятных условий, такой среды для реализации множества инициатив детей, множества проектов. Чтобы уже у Российской Федерации на базе молодежи была такая мощная сила, и чтобы множество детей могли найти себе направление, как-то развиваться. Именно мы были отправлены участниками от Карачао-Черкесской республики делегатами, которые избирали миссию, цели, название. И в том числе благодаря нам было выбрано название «Движение первых», и теперь наш проект, наше движение называется «Разискодвижение детей молодежи. Движение первых». Ребят поздравили представители Министерства по делам молодежи Карачао-Черкесии и председатель регионального отделения Движения первых Карачао-Черкесии Алина Качкарова. Любое движение, любой форум, любое мероприятие, где ты участвуешь, я имею в виду ребенка, это инвестиция в себя, это самое главное, что может сделать для себя ребенок. Я огромную благодарность хочу выразить родителям, которые всегда поддерживают своих детей в таких начинаниях. Деятельность детской организации «Движение первых» насчитывает 12 направлений, среди которых образование, культура, искусство, спорт, патриотизм, волонтерство, экология, охрана природы и другие. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В художественной школе УЗ Жигуты проходит выставка изделий русских традиционных промыслов. Посетителей встречают прекрасные, талантливые преподаватели и проводят познавательный и увлекательный экскурс в историю. Все работы выполнены на высоком уровне. Альбина Курочинова-Кенжева убедилась в этом. Небольшая, но уютная художественная школа встречает посетителей и учащихся в фойе с новой экспозицией народных промыслов. Талантливые ребята сделали деревянные заготовки ложек и матрешек под хохломскую роспись, а белые елочные шары, украшенные вручную, радуют глаз. Разнообразием техник отличается отделка кухонных разделочных досок. На одних строгий геометрический рисунок в стиле абрамцево-кудринской резьбы, другие расписаны кжельской хохломской мизенской росписью. Есть и сюжетные композиции на тему русских народных сказок в технике батика, а также скульптуры малых форм, передающие в точности характер сказочных героев. Если мы с детства не будем воспитывать, потом очень трудно, это приходится воспринимать поколению. А для нашей школы проблем в этом отношении нет, потому что по этой части мы работаем очень давно, еще с времен программ Бориса Неменского, и дети с этим знакомятся с первого класса. Ребята с большим удовольствием обучаются в художественной школе живописи и скульптуре. А еще тут преподается музыка. Классы переполнены ребятами. Они с любопытством и большим желанием ждут очередных уроков, чтобы узнавать больше от своих талантливых преподавателей. Делаем дымковскую игрушку. На каком вы сейчас этапе? Мы хотим сделать ей руки и голову, шею. А что самое сложное в вашей работе? Вот эта юбка. А когда вы увидите результат, какие у вас чувства? Что мы это сделали? Я начинала делать тело, потом я сделала ей ноги, голову, потом я ей сделала уже сами перья. И сейчас я буду выглаживать это все красиво, пробовать передать характер. Работа Амины, будущей выпускницы художественной школы, украшают выставку. Она расписывала акрилом матрешек и дощечки. Я с детства люблю рисовать, всегда мечтала научиться хорошо это делать. И мне очень нравится здесь учиться, здесь хорошая атмосфера, приятная. Все очень интересное. То есть очень хорошие педагоги. И мне очень нравится то, что они действительно профессионалы, любят свою работу. Руководство и преподаватели школы уверены, что растет поколение, которое сохранит и приумножит традиции народного искусства. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова